Друзья, в этом видео вы узнаете, как я отметил свой день рождения, какие покупочки я сделал, во что я играл, что ловил в пакцах, в общем, все самое интересное, что произошло за целую неделю моего отсутствия. Здарова, бандиты! Ну что, друзья, чуть больше недели у меня не было на YouTube, и я думаю, что причина ясна из-за названия видеоролика. YouTube снова решил немножко придушить меня и кинул страйк мне на канал, и я неделю не смог загружать видосы. И иронично, что это все попало именно в день локдауна, и по факту на моем канале, собственно, этот локдаун тоже ролики не выходили. Забавно. Друзья, очень важно поддержать этот видеоролик своим лайком и комментарием, потому что на моем YouTube-канале не было долго роликов, и статистика, как вы знаете, в такие моменты очень сильно шатается. Поэтому искренне всех заранее благодарю. Любой фидбэк, он важен для меня. В общем-то, друзья, впервые за 5 лет существования моего канала вы не увидите нарезку, как все фиферы сидят и тусуют у меня на днюхе, потому что в свое 30-летие я отмечал один. Ну, как один. Проходя свинку Пеппу. Я уже третий раз слушаю этот диалог, блядь, который нельзя скиднуть. Ох, нихуя, она хоть что-то сделала, блядь, свинка ебаная. И задолго до того, как Алексей Шевцов популяризировал эту игру. Я был, кстати, практически первым в России, кто прошел свинку Пеппу на платину. Ну, до меня какой-то аккаунт еще в 20-х числах прошел, когда игра официально не вышла. То есть я подозреваю, что, возможно, это какой-то бета-тестер прошел ее. По самой игре, что сказать, 10 из 10, готи, геймплей на кончике пальца. В общем, все, как завещал Антон Логвинов. Что еще в моей жизни, собственно, произошло? Купил я себе коробку. Вот такую вот. 60 с чем-то 1000 рублей. В принципе, я не очень много доплатил. И, сказать честно, я прям дико доволен этой консолью. Как вы знаете, я очень люблю коллекционировать хлам. У меня был Xbox 360, у меня был Xbox One. И зачастую я играл только в одну игру на этой консоли. Есть один эксклюзив, который дико меня вставляет. Это Forza Horizon. Forza Horizon, как видите, я большой поклонник этой серии. Соответственно, несложно догадаться, что выход Forza Horizon 5 спровоцировал купить меня этот Xbox. Ну и, собственно, чем я занимался весь локдаун, спросите меня? Просто сидел и играл Forza Horizon 5. Я не думаю, что есть какой-то огромный интерес к этой игре, поэтому долго заострять внимание на этом не буду. Просто веселые покатушки. Forza не меняется со времен, я не знаю, Forza Horizon 3, что ли. То есть вот последние три части, 3, 4, 5, я вообще как бы особых грандиозных отличий не вижу. И, в принципе, они не нужны. Меняется локация, добавляются какие-то тачки. Но самый большой прорыв Forza сделала в этой части в плане графона. Фоторежим — это прям мое почтение. Но не ради одной Forza я взял, собственно, коробочку. Также тут есть околоэксклюзивы по типу Ori. Да, она есть на ПК, но, как вы знаете, на ПК я не очень люблю играть. Также тут есть Microsoft Flight Simulator. Немножко полетал на самолётиках. В асфальт иногда поигрываю. Quantum Break, может быть, перепройду. Медиум по геймпасу взял на плойке, не хотел с бабки отдавать. Ну и, собственно, наверное, основная игра, ради которой я брал коробку с перспективным будущим, это Сталкер Сердца Чернобыля. Самое забавное, что эта игра будет идти уже в геймпасе. То есть не надо будет даже платить за неё. Вообще, очень крутая штука, на самом деле, этот геймпас. То есть, по факту, вы платите там десятку, цена двух игр. И тут вот вы уже получаете новинки, как Back 4 Blood, тот же Сталкер. То есть, ну, выбор прям хороший. Вот Doom Eternal, который я на плойке покупал. Но, наверное, мало кто знает, но изначально трофехаттингом я занимался именно на Xbox. Я практически даже тысячу очков выбил FIFA 14, не хватило, несколько ачивок. Какая ностальгия, ребята. Тысяча очков Hot Pursuit, Far Cry 3, Tomb Raider. Вот же я тратил своё время на всякую хуйню. Silent Hill Don't Pour я 100% прошёл, я ещё забыл про это охренеть. В 2013 году, блядь, тогда я ещё выбивал платины. Ну, тысяча очков – это эквивалентно платины на PlayStation 4-5. В общем-то, вот, если кратко спрашивать моё мнение про Xbox. Крутая штука, базар у зеро, но PlayStation, как вы понимаете, у меня в сердечке. Точнее, на пальце. Ну и давайте теперь вернёмся на PlayStation. Я вам покажу самые лучшие пакцы, которые упали мне за это время. Что я, собственно, ловил? Я поймал героя. Так, ну погнали. Минимум 83 плюс, 10 паков по 50 тысяч. Это должно быть легендарно, чуваки. В этом году респект яхтшникам за то, что они вот в промо-паки добавляют и сразу нарушитель! Сразу на... А, это не нарушитель, это герой! Йоу, друзья, вот это нежданчик! И примечательно, что этого героя я поймал до того, как была сборка непосредственно самих героев. То есть, возможно, я бы их хайпанул как-то на этом названии, но дальше уже, как вы знаете, выкатили сборку этих героев непосредственно. И там мне упал Мелита. Не самое лучшее, не самое худшее, наверное, что могло мне упасть, но так или иначе эффекта вау не было. Ну, давайте, в последнем паке, в последнем паке! О, есть! Хороший! Иди сюда! Ну! Блядь! Сука! Ещё один француз! А я ещё не до конца понял, на каком фланге, блядь, Дембеле! Ёб твою мать! Я про Диабье вообще забыл, я вроде его карточку даже не заметил. То есть, я это всё делал прям вот в первый день, когда вышли эти нарушители, поэтому такие эмоции были. Быстренько я его слил, потом я пожалел, что я его слил, потому что цена на него резко подскочила, он исчез с трансфера на рынка. И потом случился бум! То есть, эти предпросмотры прям нереально убили этот рынок. Кто шарит, тот шарит. Это БП, которого я покупал за лям 600, сейчас стоит лям 200, лям 300. Неймар стоит 600 тысяч, Месси 500 тысяч. Пеле я брал за 900, сейчас он стоит 700. То есть, все цены резко пошли ко дну. Роберто Карлос уже 200 матчей за меня сыграл. Забил 62 гола, блин. Просто лишний раз убеждаюсь в том, что это лучший игрок в этой части FIFA. Вроде бы, казалось, и этот патч вышел, а он как клал лонгшоты, так и кладёт. То есть, чтобы вы понимали, вот все практически вот эти вот записи, которые я делаю через SharePlay, это лонгшоты Роберто Карлоса. Просто берёт и кладёт. А как вы знаете, я очень люблю лонгшоты, поэтому это, наверное, та карточка, которую я никогда не продам из своего клуба. Ну как можно продать такую великолепную карточку, у которой лонгшоты залетают? Ну, блядь, чуть ли не каждый, чуть ли не каждый удар вот именно вот с этой позиции, которую я вам сейчас показывал, залетает практически на 100%. Единственное, на что я готов променять эту карточку, это на Prime версию. Ну и, собственно, много пакетиков я не открывал. Там падали какие-то около прикольные карточки, всех не вспомню. Ну и, собственно, давайте за эту Weekend League, за первый ранг откроем вместе с вами. И, надеюсь, увидите Венисиуса или же хотя бы Мар Кинёша. Давайте начнём по серёдке, один из пяти, открываем, смотрим и видим полную срань. Давайте надавим на жалость и возьмём Ивана. Давай, 76 Иван. Сейчас яшники увидят, что у меня всё очень плохо в пиках и дадут мне, дадут мне... Да нихуя мне не дадут. Ну и, Надежда, в третьем пике будет ли хоть что-то, хоть что-то. Блядь, как плохо, ёбаный рот, мне прям тошнит. Нет, открывать паки за команду недели я не вижу смысла, потому что в скором времени выйдет новая команда недели. Там, скорее всего, будет Неймар или же Эмбапе, поэтому засейвлю эти карточки на Next команду. Так, 81+, поехали. Опа-на, это что? Это что? Блин, я напугался на секундочку, поверил во что-то хорошее. Это Кжайер, набор Ultimate. Опа, это кто? Блядь, он сразу денсить начал. Я думал, что если чел сразу денсит, то это, ну, сразу крутая карточка. То есть, ну, казалось бы, казалось бы, но нет, мне показалось. Ну, флексит, футболки флекса, все логично. Еще и Кудус упал, ребята. Кстати, за этот злополучный предпросмотр мне упал Ким Пэмбо, но его цена, конечно, это прям рофл какой-то. Так, ну, собственно, давайте дооткрываем эти самые пакетики по 50 тысяч. Так, это волкаут, но не 88+. Тут вы меня не наебете, это не Криштиану Рунальду, это Рубен Диас. Конечно, хреново то, что я начал разбираться в волкаутах и сразу понимаю, где 88+, а где нет. Так, следующий пак за 50 тысяч. Опа, Бразилия, давай! Блин. Так, это снова не 88+, Франция, вратарь. Ну, в общем-то, друзья, как-то так, улов просто никакой. Такая вот солянка получается из всего и вся. Не знаю, рады вы были меня видеть или нет, но в любом случае я вас попрошу поставить лукас под этим видосом, оставить комментарий. Сейчас активность как-никак важна, потому что, сами понимаете, когда долго не выпускаете ролики на своем YouTube-канале, YouTube любит вас гасить, тем более после страйка, в общем, просмотры будут грустные, поэтому... Вот, рад буду любому филибэку. С вами был я, Пандос Фиксович, и всем хорошего настроения. Пока. Субтитры подогнал «Симон»